Круглый стол, посвященный подготовке к грядущей Олимпиаде, состоялся сегодня в Педагогическом университете. В форуме приняли участие руководители областного и городского спорту управлений, Национального олимпийского комитета, региональных федераций и ректоры высших учебных заведений. Обсуждались актуальные вопросы подготовки кандидатов на Олимпийские игры. Сейчас в расширенный список претендентов на поездку в Токио входит 18 спортсменов. Стипендии им уже удалось поднять вдвое. Повышение выплат планируется и впредь. 3000 – это уже не та сумма, которая может реально помочь спортсмену. Поэтому пока первый шаг был сделан в декабре прошлого года на сессии областного совета, добавочно нам даны деньги и 40 спортсменов будут получать 6300 стипендию. Но есть предложение, мы обратились к представителю областной администрации, есть поддержка нашего замгубернатора о том, что мы хотели хотя бы сумму 8 спортсменов, 15 тысяч гривен для поддержки, ежемесячная сумма, которая выделялась бы для наших спортсменов, чтобы они могли ту же медицинскую помощь, где-то оплатить свои какие-то траты. Что касается проблем с тренировочными базами, в этом году на улице Королева запланировано начало строительства нового спорткомплекса, который объединит несколько олимпийских видов спорта. Кроме того, продолжается реконструкция спортзала СКА и Олимпийца. А вот с подготовкой претендентов на Олимпиаду есть проблемы. По словам призера Европо-пулевой стрельбе Анны Ильиной, в ее виде спорта в Украине просто нет олимпийской базы подготовки. Она сгорела летом во Львове. Отсутствие базы – это очень сильно сказывается, особенно на нашем виде спорта, потому что наш вид спорта – стрельба полевая – это мало того, что технический вид спорта. Наш вид спорта должен быть очень насиженным, очень натруженным. Нам нужно постоянно быть на тренировке, нам нужно постоянно практиковаться, нужно постоянно тренировать выстрел, каждый выстрел. И когда нет базы, когда нет этой возможности, от этого смысла очень мало. Большая часть лицензии будет разыграна в этом году. Некоторые спортсмены смогут отобраться благодаря чемпионатам мира и Европы. Будет шанс заработать путевку в Токио и на европейских играх в Минске. Туда уже отобрались одесситы Ильина, Маловичко и Мильчев. Европейские игры – это проходят под эгидой Международного олимпийского комитета. Правильно они называются – Европейские олимпийские игры, потому как проходят эти игры в океане, в Америке и так далее. То есть по всем континентам проводятся. И это вторые европейские игры, плюс они еще у нас лицензионные на Токио. Поэтому максимум внимания и работаем, вкалываем пашем.